Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Городские встречи». Скандалы вокруг Дашковской богодельни не утихают уже которую неделю. И сегодня об этом памятнике архитектуры мы поговорим с краеведом Александром Дударевым. Здравствуйте, Александр! Ну, давайте начнем с истории этого здания. Что это за здание, где оно расположено и когда оно было построено? Это здание находится в Ирбатской свободе. Оно было построено в 1780 году и фактически является одним из первых каменных зданий гражданской постройки в городе Рязани. На 1800 год это здание принадлежало купцу Осипу Крутицкому. Затем, сменив несколько владельцев, оно перешло к Василию Андреевичу Дашкову, действительному тайному советнику, основателю Румянцевского и Дашковского музея города Москвы и известному благотворителю, меценату, этнографу. В нем, в этом здании, он приобрел его для благотворительных целей. И в нем он основал богодельню. Изначально она была рассчитана на 8 человек, но впоследствии здание достраивалось, расширялось и дошло уже до нашего времени в таком значительно увеличенном объеме. Но, несмотря на это, оно было и до сих пор выдержано в таком ровном, умеренном, классистическом стиле. Вот, и в этом его ценность. Ну, это здание признано памятником архитектуры? Да, оно было признано объектом культурного наследия, памятником архитектуры еще в декабре 1974 года постановлением Совета министров СССР. Ну, вот какова история этого здания? 19-20 век, наше время, что там располагалось и как получилось, что сейчас оно находится вот в таком положении, в котором находится? Ну, как я уже сказал, в 19 веке вплоть до 1917 года, до революционных событий, там находилась дворянская богодельня. Впоследствии, соответственно, эти организации прежнего царского режима были расформированы, и здание было превращено в обычный жилой дом. Также он был живым и до 2017 года, когда его расселили. Еще в 2016 году Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Рязанской области ну, как бы обновила существующую базу по различным памятникам архитектуры и выпустила приказ, в котором был установлен предмет охраны и также охранные зоны данного объекта культурного наследия федерального значения. Вот они у нас есть, то есть это приказ о утверждении предмета охраны объекта культурного наследия и установление зоны охраны. То есть дом является памятником. Но, несмотря на это, первым приказом 2017 года администрация города Рязани объявляет о изъятии данного земельного участка, на котором находится это строение, с его последующим сносом. То есть именно так было написано в преамбуле к документу. Правда, потом общественность города намекнула, подсказала, что дом-то является памятником архитектуры федерального значения, и в конце января вышло дополнение, изменение к постановлению, в котором слово «снос» было заменено на слово «реконструкция». В дальнейшем различными письмами, как от общественности, так и от различных организаций, администрация города и инспекция по охране объектов культурного наследия сообщала, что необходимо сохранить это здание, не допустить в случае его расселения, его разграбления и повреждения. Ну, как мы знаем, 23 июня произошло первое нападение на Дашковскую богодельню, после того, как она уже была расселенной. Члены ВООПИК Петруцкий Андрей и Кочетков Игорь смогли на месте задержать несколько человек, которые срезали батареи отопления, вырезали различные там предметы, содержащие металл, и сдали их, соответственно, в отделение полиции. Но в дальнейшем раскрабление прекратилось. Хотя вот еще скажу, что в этот же день уже и членами ВООПИК и мной были написаны письма как в правительство Рязанской области, так и в администрацию города Рязани. В полученном ответе было сказано, что комплекс мер по сохранению здания будет проведен после расселения, ну, уже по факту, в конце. И уже 12 июля, 11, точнее, июля, произошел следующий налет вандалов на данное здание, где уже пострадали именно элементы конструкции, лестницы чугунные 19 века, конца, 18-начала 19 веков, что является серьезной потерей в облике и в устройстве данного здания. Сейчас в каком состоянии все это находится? Насколько я знаю, активисты взяли здание под охрану? Ну да, то есть в настоящий момент здание законсервировано повторно, оно все обклеено такими значками, что это объект культурного наследия федерального значения, за его повреждение и порчу следует уголовное наказание. Кроме того, членов АПИК поставили забор, который закрывает въезд на территорию данного здания. Ну и был выставлен патруль добровольцев. С Вашей точки зрения, какова дальнейшая судьба этого здания? И что можно было бы придумать для того, чтобы сохранить его и сделать действительно достоянием города? Ну, во-первых, здание это по-любому необходимо сохранять, потому что, как я уже сказал, это фактически один из первых домов, каменных домов кроштанской архитектуры города Рязани. Кроме того, он находится в непосредственной близости от Рязанского Кремля, от центра притяжения туристов в наш город. Кроме того, в этом же месте планируется обустройство зоны, на которой будет у вас создан старый город Переславли Рязанский в его деревянном виде, то есть от стены, башни. И это здание Дашковской богодельни можно использовать как гостиницу. Тем более, подобные проекты уже существуют и в других городах нашей страны, и они очень активно используются, они любимы туристами. Вот буквально в мае я был в Ярославской области в селе Вятском. Там в этом селе действует целый историко-культурный комплекс. И гостиницами там являются бывшие или жилые дома, или, в частности, корпус, в котором я был, это здание бывшей кельдишевской богодельни. Если я покажу фотографию, в котором, в каком состоянии это здание находилось до реконструкции, то можно увидеть, из какого состояния при желании можно вывести здание, и какие, можно сказать, исторические интерьеры можно там создать. Тем более, что у нас сейчас большая работа проводится по увеличению туристической привлекательности региона, и данный объект может вполне соответствовать этим требованиям. Александр, насколько я знаю, вы являетесь создателем группы ВКонтакте «Рязань», которую мы потеряли. Вот с вашей точки зрения на сегодняшний день в нашем городе есть еще какие-то памятники, которые, именно памятники архитектуры, которые требуют внимания со стороны властей, которые требуют охраны и вот какой-то такой заботы? Конечно. Есть дом по улице Семинарская, номер 14, дом Овсянникова. Он также является объектом культурного наследия, и он по постановлению администрации Рязанской области также готовится к расселению. И вот все переживают, как бы его ни постигла такая же судьба, как и Дашковскую богодельню. Только отличие в том, что Дашковская богодельня каменная, а это дом деревянный. Как мы знаем, здание богодельня даже пытались поджечь, но там вовремя вызвали пожарных. Если же это случится с выселенным деревянным домом, то, скорее всего, его спасти не успеют. Поэтому вот в свете сложившихся обстоятельств уже была видна ситуация, которая может произойти с выселенным зданием. Вот это здание на улице Семинарской, действующий памятник, обязательно нужно брать под усиленную охрану. Тем более, что на этот дом уже готов и проект его реконструкции до 2022 года, который создан Рязанской инспекцией по охране объектов культурного наследия. То есть это здание необходимо охранять. Александр, а вообще, с Вашей точки зрения, насколько важно сохранять именно памятники архитектуры, и насколько это создает какой-то общий исторический облик города? Памятники, конечно, должны быть сохранены, потому что город с 922-летней историей, как в 2017 году исполняется Рязань столько лет, просто не может обладать новым бетонно-стеклянным фасадом. Здания, которые стоят на улицах, должны нести в себе и историю, и облик тех улиц, по которым ходили предки 100 и 200 лет назад. И туристы, посещая различные города, едут в первую очередь смотреть на старинную архитектуру, на старинные улицы, а не жить в тех же самых гостиницах, чтобы только в них находиться или развлекаться. Поэтому я не отрицаю различных видов туризма. Есть познавательный, есть развлекательный, но сохранять лицо своего города просто необходимо. Что касается деревянной архитектуры, насколько я знаю, Рязань один из немногих, ну, таких, можно сказать, южных городов, которые южнее, на севере, понятно, там деревянная архитектура. А для юга это редкость, чтобы было такое количество деревянных построек. Насколько хорошо они сохранились и что мы уже потеряли? Ну, было снесено в предыдущие годы достаточно много интересных зданий, причем некоторые здания были снесены в статусе действующих объектов культурного наследия. Это я говорю про два дома врача Скорховича, дом номер 22 и 24 на улице Свободы. Они являлись объектами культурного наследия регионального значения. И, кроме того, некоторые здания, как, например, дом номер 71 на улице Свободы, двухэтажный дом, тоже построенный в русском стиле, он не являлся объектом культурного наследия. И все эти вот потери в любом случае объединяют улицы города, то есть они теряют свои изюминки. Причем, вы правильно сказали, та же самая Волгода, в первую очередь, у людей с чем ассоциируется, с деревянной архитектурой, где резной палисад. У нас те же самые дома, построенные в русском стиле, могли составить целую экскурсионную такую прогулку по улицам города. Да, эти здания находятся в основной своей массе разрозненно друг от друга, но в целом они составляют такой полноценный маршрут. Причем, если рассказывать о тех людях, которые жили в этих же самых домах, то тут можно несколько часов проговорить. Ну, дерево, оно все-таки, это не камень, да, чтобы сохранить его, нужно прикладывать определенные усилия. Вот то, что сохранилось на сегодняшний день, в каком статусе, в частных владениях или принадлежит городу, и каким-то образом осуществляется поддержка вот этих деревянных строений, чтобы они простояли и наши потомки смогли их увидеть? Ну да, дома находятся действительно в разных формах собственности, какие являются муниципальным жильем, какие являются частными строениями. В некоторых находятся магазины, соответственно, уровень их поддержки также различный. Ну вот буквально в прошлом году два дома, доходные дома Третьяковых и Терфуса на улице Радищева, напротив городской администрации, были отремонтированы по программе капитального строительства и ремонта зданий. Существуют программы в других регионах страны, в частности в Томске. При поддержке специалистов из Германии, там была развернута целая целевая программа сохранения деревянного зодчества города Томска. В отличие от города Рязани, деревянные зодчества там представлены намного ярче, намного обширнее. И программа была построена следующим образом, что там в основном эти все жилые здания, одна двухэтажные. Дома полностью перебирались на том же самом месте. В эти здания, если там не было благ цивилизации 21 века, вносились эти блага. И прежние жильцы заезжали в свои же квартиры. То есть город получал исторически сохраненные здания, туристическую привлекательность, и жители, проживавшие там 20, 30, 40, 50 лет на этих улицах, получали благоустроенное жилье. То есть подобные программы можно было бы реализовывать и в нашем городе. Что же, я надеюсь, рано или поздно это произойдет, и архитектурный облик Старой Рязани будет сохранен. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо. Я напомню, в гостях у нас был краевед Александр Дударев. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. До встречи в следующих выпусках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА